случалось ли вам когда-либо прийти из магазина домой с ненужной вам покупкой так вот согласно заключению ученых во время шоппинга только пять процентов процесса принятия решений происходит у нас осознан а остальные 95 под влиянием извне думаю многие из нас слышали о нейромаркетинге технологии которая направлена на стимулирование потребительского спроса в ней используются такие закономерности работы человеческой психики которые воздействуют на подсознание например зачастую магазинах используются зеркала в которых мы выглядим значительно стройнее они так и называются стройнящее зеркало совершенно очевидно что в таком зеркале большая часть покупателей особенно дамы нравится себе гораздо больше чем в обычном на этот предмет даже проводилось исследование в ходе которого выяснилось что зеркала skinny mirror обеспечили 54 процента общих продаж магазина в котором проходил эксперимент и это потому что один из главных каналов нейромаркетинга зрительный так или иначе на большую часть информации мы получаем именно через зрение поэтому огромное значение для нас имеет и цветовая гамма рекламы например зная что красный цвет вызывает у человека чувство голода крупнейшие сети фастфуда макдональдс и пицца хат активно используют его для оформления своих ресторанов рекламы и прочие атрибутики а в логотипе того же макдональдса присутствует еще и желтый цвет который поднимает настроение создает ощущение дружелюбия про обонятельный канал нейромаркетинга буквально ходят легенды ведь правильно подобранный аромат резко повышает продаж вы наверняка замечали что во многих торговых центрах прямо у входа продают свежую выпечку разные ароматные вкусности или цветы и это не случайно аппетитный запах вызывает у нас чувство голода весь поход по магазинам на голодный желудок это разорение для нас и прибыль для них такой обонятельный стимул заставляет нас совершать незапланированные покупки а следующий нейромаркетинговый ход это искусственный ажиотаж к нему относятся сезонные распродажи счастливые часы рекламные акции ну и тому подобное когда нам выпадает шанс купить что-то в строго ограниченное время у нас как будто световое табло включается надо успеть и мы бежим в магазин был проведен эксперимент перед покупателями поставили две стеклянные банки шоколадками одна была полной другая почти пустой как вы думаете шоколадки из какой банки оказались наиболее желанными конечно же те которых осталось мало такой трюк используют не только супермаркеты но и к примеру авиакомпании когда объявляют что на определенный рейс осталось ограниченное количество мест ну и наконец музыка вы наверняка замечали что она звучит в большинстве магазинов хотя чаще всего там гоняют одни и те же рекламные объявления другое дело торговый центр где нередко можно услышать классику в живом исполнении так вот оказывается такая музыка вдохновляет нас на неспешную прогулку вдоль витрин и на более дорогие покупки